Так, 18.30. Очень много уже подключилось участников. Да, здравствуйте. Ну что, давайте начнем. Давайте начнем. У нас сегодня очередной такой экспресс-семинар. Попробую максимально локализовать тему. Да, немножко такое, может быть, звонкое название, но в чем-то да. Да, проблематика на самом деле, вот так, которая заявлена у нас в названии. Скорость изменения риски, можно еще сказать, золотой треугольник, можно сказать, шестигранное ограничение проекта. Действительно, как-то со всем этим надо пытаться уживаться. Мы сейчас все в таких нестандартных условиях, когда действительно, кстати, особенно в IT, да не только в IT, наверное, в образовательную отрасль, наверняка еще во многих нужно действительно очень быстро приспосабливаться к каким-то изменениям. Соответственно, валится огромное количество задач. Мы-то и в нормальных условиях. В общем, часто сталкиваемся с ситуацией, когда это надо сделать быстро, это еще быстрее, а вот это вообще вчера уж, когда вот такая экстремальная ситуация, то тем более. И суть меняется проектов, и проекты наслаиваются один на один. Ну вот давайте пробуем поговорить, как с этим можно пытаться справляться. Конечно, панацеи какой-то ожидать не стоит, панацеи нет, но один из подходов, один из вариантов инструментария и методологического, ну и как вариант такого слегка технического. Давайте как раз попробуем сегодня поговорить, обсудить. Да, я понимаю, что тема, в общем, действительно так вызвала интерес очень большой, это действительно, наверное, очень актуально сейчас. Но я, по ходу, там тоже уже скажу, что мы тоже стараемся реагировать достаточно оперативно, и даже курс на базе этого семинара небольшой подготовили, тоже чуть позднее расскажу. Ну, вначале давайте, наверное, представлюсь. Как раз вот на вводной части еще дали время коллегам, кто после работы немножечко подключится. Меня зовут Данил. Ну, я действительно, нам в IT лет 30, но последние лет 15, конечно, даже 15+, больше не в качестве разработчика. Проекты, программы, портфели, продукты, портфели проектные, продуктовые. Вот, с этим раз работаем. Ну, и, соответственно, в том числе немножко и общие подходы, и где-то немножко из опыта. Давайте обозначим сначала проблематику, собственно, о которой поговорим сегодня. Нет, ресурс у нас ограничен всегда, да, ничего я здесь принципиально нового не скажу. Сроки тоже, скорее всего, вчера. Вы пишете, а что теперь делать? Это, коллеги, звук. Да, вроде бы есть звук. Откликнитесь, пожалуйста. Откликнитесь, пожалуйста. Есть ли звук? Все работает. Значит, это какие-то индивидуальные проблемы. Тогда можем коллегам в чате посоветовать переподключиться. Обычно это помогает. Если не помогает, то, соответственно, отключить всевозможные crazy системы безопасности. Они иногда звук блокируют. Это тоже правда. Возвращаясь, да, ресурсов не хватает никогда. На самом деле, если честно, их и не должно хватать. Ну, слушайте, а что, у кого-то люди будут простаивать? Да нет, конечно. Сроки, сроки всегда поджимают. Где начинают? Это нормально. Где начинаются проблемы? В меняющихся приоритетах. Тоже вряд ли откроют что-то сильно новое. Это происходит всегда. Это объективно. С этим можно по-разному бороться. С этим можно по-разному бороться. Если мы говорим о традиционном проектном управлении, то, конечно же, речь пойдет о том, что нужно тщательно планировать. Выяснять со стейкхолдерами, выяснять с командой, с экспертами, тщательно планировать. С тем, чтобы потом, ну, совсем не прилетало, конечно, не бывает, но прилетало помимо. Если же мы говорим все-таки о ситуации текущей, если мы говорим вообще о ситуации на каких-то, как это называется, emergent markets, да, там, быстро меняющихся рынках, то это, в принципе, объективная ситуация. Нужно быстро реагировать. Конкуренции что-то выпустили. Технологии новые появились. Клиенты чего-то захотели вдруг. То есть, бывает, что вдруг, да, это потому, что мы не выяснили, а бывает, что мы действительно не думали и получилось. Отказать клиенту? Да нет, наверное, неправильно. Вот, поэтому меняющиеся приоритеты это, ну, давайте признаем, что факт объективный. Это факт объективный. Почему меняются приоритеты? Тут вот недавно, изучая одну из концепций, погружаясь, наткнулся и вот позаимствовал лицензион. Позаимствовал вот такой слайд, он мне очень понравился. Очень хорошая метафора, на мой взгляд, софит. Софит высвечивает что-то самое главное, да, то, что происходит на сцене. Актера, который играет основную мизансцену, остальные участники мизансцены, которые, они как-то немножко скрыты, да. Вот это очень хорошая аналогия, очень хорошая метафора. Есть задачи, которые важны именно сейчас. Вот, опять же, из-за вот этой вот всей экстраординарной ситуации, почти у всех компаний, какие стали задачи? Максимально вывести работу в онлайн. Вот недавно общались с коллегой, пример не мой, но тоже очень иллюстративный. Она рассказала о идти на крупном производственном предприятии, получила задачу, ну как задачу, тоже как мини-проект, но который подвинул все остальные задачи. Нужно автоматизированную систему контроля температуры у сотрудников внедрить было, ну понятно по каким причинам, потому что производство огромное, вручную не намеряешься, есть требования регулятора, есть банально здравый смысл. Надо внедрять быстро именно автоматизированную систему и так далее, и так далее. То есть вот в силу самых разных причин, какая-то задача становится оптимальной, отодвигая тем самым все остальные задачи. Какие при этом возникают проблемы? Мы много говорим, там и на курсах, и вообще организуя работы, вот у меня в консалтинговой практике это регулярно возникает, как нам правильно построить рабочий производственный процесс, как нам этого избежать. Вот мы говорим, нужно построить поток создания ценности, да. Чем он нам поможет? Да, на верхнем уровне, это написано во всех методиках, поток создания ценности, что нам дает возможность делать? Это вот, кстати, одна из фишек, которую я действительно рекомендую использовать. Это описание рабочего процесса, это такое своего рода workflow. Ну вот, некий пример я здесь привел. Это, конечно, очень укрупненный workflow. В реальности его нужно декомпозировать. Но чем именно поток создания ценности, да, это термин, если кто-то не сталкивался, который изначально зародился в бережливом управлении, да, в линь. Это не просто workflow, не просто алгоритм какого-то рабочего процесса, а это алгоритм, совмещенный с оценкой возможных потерь. Опять же, потери я немножечко, может быть, напомню, нельзя объять необъятные, да, я поэтому, конечно, так могу охватывать очень много, но тем не менее, да, потери тоже из бережливого производства термин. Это любые действия или бездействия, которые не ведут к достижению поставленной цели, которые не, или ведут, но ведут неэффективно. Потери это может быть простой персонал. Потери это может быть простой задачей. Вот, кстати, именно на простой задачей и этих потерях я как раз в основном наш сегодняшний разговор хотел бы сосредоточить, чтобы не распыляться очень уж. Широко. Это переделки, баги, исправления, переделки в самых, всего самых разных причин. Вот это, ну да, действительно, это могут быть баги, да, действительно, это могут быть меняющиеся обстоятельства. Вот, Олег, я вижу, вы пишете, заказчик поменялся, да, и хочет очень сильно поменять, скажем, скоуп проекта. Да, ну тут вопрос, конечно, очень тоже важный в том, поменялся ли эта команда заказчика неожиданно или это можно было предвидеть. Но к чему это приведет, вот если даже взять ваш пример? К тому, что те работы, которые уже были выполнены, они окажутся фактически ненужными. То есть время, ресурсы будут потрачены зря. Да, и придется их вкладывать за. То же самое касается и на более низком уровне. Задачу отложили, она стала неактуальной, значит ее. Может вообще просто зря потратили на нее ресурс, может быть вообще придется переделывать. То есть двойная работа, тройная работа возникает. И вот поток создания ценностей, он как раз чем хорош? Он хорош тем, что вот на каждый из шагов мы анализируем и сопоставляем, где у нас полезная работа, а где у нас те или иные потери. Где у нас те или иные потери. И понять, потери как реальные, так и риски, да, то есть какие-то потенциальные потери. И соответственно сопоставить, нам эта работа вообще нужна? Если нужна, то делаем ли мы ее рациональным образом? Ну, хорошо, если вы вот мне спасибо пишете, да, я тоже с удовольствием, если что, где-то во время сессии вопросов-ответов дам слово. Это вопрос анализа, это вопрос анализа. Вот что нам дает поток создания ценностей. Исторического, аналитического, исторический анализ, анализ логический, ситуационный анализ. И вот в этом потоке, простейшая форма, вот такого потока создания ценностей, это на самом деле всем нам хорошо известная канбан-доска. Да. Задача здесь у нас что? Перемещается. Те или иные задачи у нас перемещаются. От идей до согласования, до композиции, распределения по приоритетам и в процессах по работе. Про закон Литтла, наверное, слышали, да. Не нужно своим руководителям говорить про закон Литтла, никакой руководитель этого не любит, но держать его не нужно. О чем нам говорит закон Литтла? Что есть самый верхний уровень, который, ну, как банальный, там, я не знаю, какой-то, пятый или какой-то класс школы. Расстояние – это скорость, умноженная на время. То есть, если набросали большое количество задач, то очевидно, что последние будут сделаны достаточно через длительное время. Но это такой совершенно верхний уровень, хотя тоже на самом деле забывать о нем не стоит. Почему? Смотрите, заказчик, и вот, кстати, то есть ситуация, которую, Олег, вы уже сбросили в чат, что меняется скоуп заказчика. Если задачи набросаны, а уж тем более согласованы, слишком на длительную перспективу, то как раз тем выше риск, что они потом поменяются. Я понимаю, что мы далеко не всегда можем предвидеть, что поменяется команда заказчика, что конкурент выпустит какой-то продукт, нам придется менять скоуп, чтобы не отстать. Мы, это вот как в риск менеджменте, да, понятие неизвестное, неизвестное. Мы не знаем, что именно может произойти, но мы, в принципе, знаем, что кто-то произойти может, что сделает наш вот этот труд, да, вот если вы говорите, что вы скоуп согласовали с заказчиком, со стороны и вашей, и со стороны заказчика, труд был очень большой. Ресурсозатраты, время. И заказчик, и вы его потеряли, это время. Потеряли эти свои затраты. Кстати, это, если с точки зрения общения с представителями заказчика, это может стать достаточно серьезным аргументом. Вполне может стать достаточно серьезным аргументом, потому что вы понесли издержки, вы теперь меняете скоб. Нужно анализировать, чем это обосновано. Есть второй, более глубокий, скажем так, слой в законе Литла. В чем он состоит? Опять-таки, если мы откладываем задачу, давайте переключусь опять-таки, да, ну, Трелла, я думаю, многим инструмент знакомый, многим знакомый инструмент. Что произойдет, если какая-то задача попала в исполнение, но не дошла до завершения? Вот такой, казалось бы, простой вопрос. А это означает, что она согласовывалась, на это тратили время, она приоритизировалась, на это тоже тратили время, над ней начали работать, на это тоже был потрачен ресурс. То есть, с точки зрения ресурса затрат, задача, которую не доделали, отложили, это просто выброшенные ресурсы компании. Есть такие исследования, такие наблюдения, я их вот здесь показал в виде такого очень интересного графика, но они вполне себе оцифрованы. Вот, в первую очередь, там, в IT-отрасли переключение между задачами приводит примерно к потере 20% времени. Просто вот банально на том, что когда человек работает над одной задачей, ему прилетает другая, он первую откладывает, уже потеря, о которой мы только что сказали. Значит, то потраченное время, оно как бы ушло в стол. Оно уже потрачено, оно уже оплачено кем-то, самим человеком, его работодателем, а результата нет. Более того, значит, этот сотрудник, он должен что? Он должен переключиться, выникнуть в другую задачу, в другую работу. Это время. Хорошо, сделал он эту сверхсрочную задачу, ему нужно вернуться к прежнему. Помнит сотрудник про нее, кто бы он ни был исполнителем? Мы вот, у нас тут несколько сейчас собралось, десятков человек, давайте, я не буду говорить о каких-то абстрактных сотрудниках, вот любой из нас, он будет помнить. Что-то будет, что-то нет, нужно опять вникнуть. Что же там было, в чем суть задачи, в чем ее цель, для чего, как она соотносится с другими задачами, она же не в воздухе висит, опять потери. Вот посмотрите, на этом вот любопытном слайде, да, вот Артем, совершенно согласен, отдельного человека на каждую задачу, разумеется, никто себе позволить не может. А об этом речи не идет. Смотрите, вот эти вот коричневые столбики, которые показывают потери, они действительно, Google тоже сильно сомневается, что себе может позволить отдельного человека на каждую задачу. Да, не будем путать, так сказать, некий внешний имидж с внутренними реалиями. Так вот, непроизводительно потраченное время, потери те самые, losses, они растут практически экспоненциально. Это не просто красивая фигура речи. Смотрите, если человек переключается между двумя задачами, он теряет, вот действительно здесь показано, видите, 20%. Просто на само, просто на само переключение. Да, Елена, есть такая рекомендация, спасибо, что четко зафиксировать, где остановился в предыдущей задаче. И вы совершенно правы. Время на переключение снижается, но оно не исчезает. Ну окей, оно будет вот чуть меньше, 15%. Почему? Потому что на то, чтобы зафиксировать, тоже нужно время. Это, кстати, хороший способ. Я совершенно не спорю с ним. Нету идеального варианта. Нету идеального варианта. Можно зафиксировать и вернуться. Есть такой способ. Отлично. Вы меня опередили, давайте об этом сказали. Большее количество задач. Почему? Больше нужно фиксировать, больше возвращаться. Более того, вот коллеги, кто если из IT, я напомню, в методике выпуска релизов, есть такая очень хорошая рекомендация. Кто не из IT, подумайте, я сильно подозреваю, что это рекомендация и в других отраслях хорошо сработает. Представьте, вам сказали притормозить выпуск релиза, ну это в общем то же самое, что почему? Потому что нужно выпустить какой-то экстренный патч. Security патч или фикс, или так далее. Или так далее. Чему это приводит? Это приводит к тому, что когда экстренный патч выпущен, нельзя продолжать работу над плановым релизом, как будто ничего не произошло. Почему нельзя? Потому что поменялось внешнее окружение, то, что называется environment, производственное, техническое и так далее. Нужно еще потратить дополнительно время и усилия, не просто чтобы где-то почитать свои пометки, на чем мы остановились, а провести дополнительный анализ, можем ли мы продолжать работать или нам в этот наш релиз нужно сверху внести еще изменения, которые учтут ту задачу, которая проскочила, или тот релиз, который проскочил. Вот еще и с этим связано, то, что экспоненциально вот таким образом растут непроизводственные потери, что нам, возможно, придется переделывать. Коллеги, вот Вадим, вы пишете, время задачи увеличивают, создают буфер какой-то. PMBOK нам говорит, от 10%, вы там из своего опыта говорите, плюс 30-50%. Супер. Можно так сделать. Но вот здесь давайте задумаемся о цели. Да, вот спасибо. Второй вариант возможный. Вы сами набросали. Прекрасно мы с вами взаимодействуем. Но смотрите. Можно так сделать? Можно, но давайте задумаемся о цели. Какую цель преследует создание буфера? Коллеги, ну вот Вадим, вы как автор, который озвучил этот вариант, другие коллеги, как какую цель будет достигать создание буфера? Артем, боюсь, что раскладка клавиатуры у вас. Я, конечно, могу попытаться, что... Не, не прочту. А зачем лучше планировать? Вот такой вам встречный вопрос. А зачем лучше планировать? Работа ради работы? Показать, что мы... А, вот, Вадим. Да, согласен. Для цели соблюдения сроков. Для цели соблюдения сроков. Да. Если цель уложится в срок, ну и понятно, что если нам этот срок никто не ограничит, то да, буферы могут помочь. Механизм на основе цепи Голдрата съедать буфер вполне может сработать. Вполне может сработать. Согласен с Вадимом, здесь вопрос не в лучшем планировании, вопрос в цели. Но, но, как всегда, есть плюс, о котором вы сказали, который мы сейчас зафиксировали, но у этой стороны есть тоже обратная сторона медали. Какая? Какая обратная сторона медали? Мы заранее увеличиваем срок реализации проекта. Да, я в данном случае схожу из предположения, что это касается проектов, у которых качество превалирует, является абсолютным приоритетом, поэтому сроки более-менее допустимо планировать изначально, никто их там жестко не ограничил. Но, если мы увеличиваем срок реализации проекта, то обратная сторона – это увеличение того самого пресловутого time to market. Времени вывода на рынок. То есть, фактически, инвестиции, которые компания делает в этот проект, они растягиваются на более длительное время, и возврат инвестиций начинается гораздо позднее. Это обратная сторона медали. Может быть такой вариант? Может быть, есть плюсы, есть минусы. Марат, вы пишете, при получении пула задач, это хорошо, если этот пул есть, не забываем о том, о чем нам Олег с самого начала написал. Как быть, если пул задач потом меняется? Может быть вариант, и вот как раз я тоже хочу на нем сосредоточиться. Ну, совсем самостоятельно, давайте говорить честно, расставлять приоритеты команда проекта, не может и не должна. Все-таки приоритеты расставляет заказчик. Тут еще отдельный вопрос. Это отдельная очень большая тема. Сегодня на курсе, на длительном, в 32 часа разбирали, в час, наверное, посвятили разбору. Как раз, знаете, заказчик как юридическое понятие и заказчик реальный проекта, это, мягко говоря, далеко не всегда совпадающие вещи. Понимаете? Но я в двух словах скажу, это очень длинная, очень дискуссионная тема. Я сейчас не хочу отклоняться. Понимаете, заказчик, который подписал контракт, он вот как раз может менять скоуп проекта. Это в его интересах. Но заказчиком реальным у вашей команды, скорее всего, является не внешний заказчик, а внутренний какой-нибудь, там, директор по развитию, директор по производству, финансовый директор, у которого цели получить прибыль, повысить маржинальность, ну или что-то такое. И вот, кстати, с этой точки зрения заказчик юридический, он фактически потребитель. Понимаете? Такая коллизия здесь может возникать. Поэтому приоритеты все-таки ставит заказчик, поэтому заказчик реальный. Заказчик реальный. Так вот, Вадим, потом обсудим. Да, я сейчас не хочу уже назад возвращаться. Вижу, спасибо, что прокомментировали. Да. Поэтому, для того, чтобы иметь возможность подстраиваться под меняющиеся приоритеты, вот то, что этот пресловутый софит высвечивает, если это объективно, как можно действовать команде? Попробовать декомпозировать работы на очень мелкие узлы. Это тоже, кстати, определенное увеличение работы. Да, идеальных вариантов нет. Я не хочу сказать, что там готов представить идеальный вариант. Елена, Вадим дали варианты. О них можно говорить. Они имеют позитивную составляющую, они имеют обратную сторону. Но вот если мы работаем в условии, когда мы действительно понимаем, что быстро меняющаяся вот эта вот картинка, быстро меняющиеся требования, объектив, можно, как тоже один из вариантов, пойти по такому пути, вот эту большую картинку, очень серьезно декомпозировать. Я могу сказать так, что, ну, не называя там сейчас организации, неважно, что мы сейчас иногда идем по пути декомпозиции на задачи, вот буквально задачи, уже в буквальном смысле этого слова, длительностью до 4 часов. То есть, можно сказать, что даже, ну, с какой-то стороны, это такой элемент микроменеджмента. Более того, создается общий пул задач. Потому что, опять же, да, вот мы сейчас начали говорить тоже о немножко идеализированном варианте, когда команда полностью работает в рамках одного проекта, но это тоже не всегда. Согласитесь, люди очень часто одновременно привлекаются к нескольким видам работ, к нескольким проектам. И вот тогда у команды, у всей на входе строится общий пул задач. То есть, ну, бэклог тот же самый, да, там давайте так его и назовем, да, бэклог. Но этот бэклог состоит из очень-очень мелких задач. Вот, опс, давайте вот покажу. Ну, я специально тут выбрал такая слегка демо-версия. Посмотрите. Хотя проект, ну, реальный, ну, понятно, что демо-версия. Описание проблемы, описание базовой информации, там, бэкграунда. Это вот отдельные мелкие-мелкие задачи. Соответственно, в самом бэклоге всплывают наверх постепенно-постепенно те задачи, которые имеют вот такую мелкую, очень детальную декомпозицию. Что это может дать? Что это может дать? В чем возможные плюсы такого? В том, что тогда наши вот эти вот потери на переключение, они станут меньше. За счет чего? Ну, во-первых, меньше вспоминать, если даже так сугубо с точки зрения человеческой. Во-вторых, каждая выполненная вот такая мини-задача, она уже уходит в продакшн. То есть вот здесь такой очень важный момент, о котором надо сказать. Когда мы говорим об очень мелкой, детальной такой декомпозиции, все равно задача, это не то, что может сделать человек, да вот, не с этого, не с этой стороны, не по этому принципу производится декомпозиция. А с точки зрения, что вот эту мелочь мы можем пустить в продакшн. Это, ну, если хотите высоких слов, это такой своего рода вектор в сторону классического канбана, когда, да, вот такое вот вытягивание маленьких задач, но канбан, это совсем уж когда из хаоса, а здесь мы берем вот это вот из канбана маленькие-маленькие вот такие задачи, ну, по принципу канбана. и что мы получаем? Во-первых, мы получаем возможность быстро запустить продакшн. Вот какую-то совершенно мелочь. Пусть даже там, если это говорить об IT, каких-то решениях с плохим дизайном, может быть, это какие-то вот совершенно минимальные вещи, но они начинают работать. Я даже сейчас не хочу акцентироваться на достаточно общеизвестных вещах из серии, что это плотная обратная связь с заказчиком. Это, кстати говоря, минимизация рисков изменения скупа. Это понятно. То, что дает пользу. И тогда переключение на другую задачу снижает вот эти потери. Более того, проще, вот как показала практика, мы стали так использовать в условиях вот этих экстренных обстоятельств. Видите, я обвел уважение к интересам заказчика. Почему? Все мы знаем, заказчикам обычно надо соглашаться. Иногда даже приходится приходится соглашаться. Но смотрите, если заказчик мне говорит, я хочу поменять что-то, мы ему говорим, так, стоп, ты знаешь, вот мы тут уже наработали две недели, месяц, это столько переделок, начинаются дискуссии, там, за чей счет, все равно кто-то теряет и так далее. Но когда задача декомпозирована вот с такой очень высокой дискретностью, ну, на мой взгляд, это мои личные оценки, я на них сейчас не настаиваю, у каждого, конечно, может быть, какой-то свой опыт, своя ситуация, в пределах одного дня, то заказчикам проще договориться, проще договориться, вот просто показать на той же доске, сказать, так, слушай, ты знаешь, ты сказал, окей, мы сделаем, вот смотри, у нас вот эта вот задача сейчас уже в проде, она у нас в работе, завтра она у нас будет в продакшене, ты уже получаешь, работаешь, а то, что ты хочешь, отлично, мы бросаем в бэклог, ты считаешь, что это очень важно, обговорили, она пойдет в работу завтра, то есть, при вот такой очень детальной декомпозиции, которая, да, еще раз повторюсь, имеет обратную сторону, она требует времени, но сам шанс на то, что придется переключаться между задачами, существенно снижается, и, соответственно, снижает потери, при этом, повышая вероятность того, что результат какой-то частичный, вот та самая частичная ценность достигается, и она уходит в продакшен, и это очень хорошая на самом деле аргументация для самого заказчика, ты уже получаешь ценность, здесь вот подожди буквально один день, тебе будет с чем работать, а то, что у тебя поменялось, окей, мы возьмем работу через день, согласитесь, вот договориться о том, что потерпи один день всегда проще, чем договориться о том, что потерпи неделю, и уж почти невозможно договориться с тем, что потерпи месяц, вот вам, пожалуйста, третий подход, собственно, на котором я и хотел как раз сегодня поговорить, более того, ну вот я решил показать на примере в данном случае трелла, я думаю, вы прекрасно понимаете, инструментарий вот такой простой досок, он может быть, в общем-то, любой на самом деле, сейчас я свою пробную доску открою, как раз для работы, что можно делать внутри самой вот такой задачи, чтобы уже отдельно своих сотрудников, как можно меньше переключать, да, ценность для заказчика имеет вся задача, внутри это некоторое количество работ, которые выполняют несколько человек, не нужно их теперь разбросать, я декомпозирую уже до совсем мелких работ, и тем самым, ну, если позволите, да, допустим, допустим, что у нас тут, условно говоря, операция 1, операция 2, там и так далее, да, соответственно, я, естественно, сюда могу понятно назначить конкретного исполнителя, и вот если провести тоже такую аналогию, любую аналогию, я понимаю, что немножко натянутая, но тем не менее, чем мельче элемент, ну, мозаики, если так можно сказать, тем его проще встроить, у меня человек здесь занят 2 часа, появилась другая задача, он мне эту закончил, он не переключается, потом я его перебрасываю на другую задачу, которая тоже длится там 2 часа, 4 часа, при этом задача более круглая, да, ну, или говоря, проектными терминами, скажем, пакет работ, который несет ценность для заказчика, он у меня здесь четко может отслеживаться, выполнена, не выполнена операция, да, могу поставить, что могу, операция 2 выполнена, выполнена, там и так далее, то есть, отследить, кто их делал, но людей не задерживать на работу, могу делегировать, если это достаточно крупный проект, ну, пока мы это пробовали, такой подход, ну, скажем так, в командах вебовских, такого рода, то есть, понятно, что там задачи достаточно сами по себе мелкие, понятно, что это не очень крупные продукты, продукты крупные, но проекты развития не очень, вот, если же эта команда, конечно, крупная, проектная, ну, я думаю, что этот подход тоже имеет шанс сработать, как, ну, обычным делегированием, понятно, что не обязательно РП, будет такую проводить полностью детальную декомпозицию, понятно, что руководитель проекта до таких мелочей, скорее всего, не погрузится, но делегирование тем лидам, старшим групп, это, в общем, совершенно нормальный в данном случае подход, вот, коллеги, вижу ваши комментарии, давайте как раз с удовольствием перейдем к ним, и прошу ваши комментарии, я пойду по порядку, да, вот, Вадим, вы пишете, ну, это возвращаясь немножечко к тому предложению, что работать через буфера, кстати, я сразу хочу сказать, этот подход буфера не отменяет, но он их существенно снижает, потому что, ну, опять же, чем более детальная декомпозиция, тем абсолютные значения у нас будут меньше, вот, ну, понимаете, спорить на относительно того, что инвестиции считаются не от времени, а от затраченных ресурсов, да, но я все-таки уточню, я говорил о сроках возврата инвестиций, да, сам возврат инвестиций, естественно, считается от затраченных ресурсов, но срок возврата инвестиций, если мы закладываем, как вы писали, 50% в буфер, то, простите, это в полтора раза увеличивается срок, когда компания даже не закладывает, что она начнет получать отдачу, совершенно другие финансовые потоки, вот, поэтому, другое дело, с чем я полностью согласен, что если поставить в притирку, а потом, как бы задним числом продлевать, а у заказчика уже потоки распланированы по-другому, то там потери заказчика будут расти экспоненциально, конечно, но это уже и нарушение сроков и обязательств. Заказчик будет ставить приоритеты по итоговой работе в каком порядке? Да, но, Марат, я понимаю, о чем вы говорите. Да, заказчик, конечно, ставит приоритеты по результатам, да, по deliverables, которые он хочет получить, но выполнение задачи-то в любом случае у вас будет привязано к этим deliverables. Поэтому, как я, ну, допустим, просто мне удобно было на примере Trello взял, показал, да, вот то, что в Trello называется задача, на самом деле может быть представленная как deliverable, а вот как раз внутренние чек-листы как раз рассматриваются как внутренние операции. Вот, Артем, да, то, что понятно, что мы всегда корректируем с учетом реального наличия ресурсов, естественно, да, ну, относительно того, что кто-то курит, я не знаю, такие вообще есть условные счастливчики, у кого, у кого когда-то персонал, скажем так, да, условно говоря, курит. По-моему, это сейчас совершенно нереально. Ну, и вот, Вадим, да, как раз ваш комментарий уже на мое вот такое предложение. Почему вы считаете, что при таком подходе нет конечной ценности, цели? Нет, конечная цель есть. Конечная цель есть. Все-таки, ну, тут мы опять-таки можем уходить в дискуссию о соотнесении проектного и продуктового подходов, хотя общая концепция, которая сейчас складывается, вот, гибридных подходов, она говорит о том, что и, не то, что концепция говорит, черт бы с ней, там с любой концепцией, что все равно общий какой-то скоуп должен быть, ну, как вот образно говорят, если уж мы начали делать велосипед, да, то подводная лодка из него, ну, не должна никак получиться, чего бы там не хотел заказчик. То есть, вот, некий общий концепт, он должен быть согласован изначально, потому что, ну, даже если говорить технически, я с этим как-то сталкивался, и с тех пор, вот, таким чисто работе на хотелки на заказчика, такому вот, примитивному эджайлу, отношусь с очень большой, даже не то, что осторожностью, я бы сказал, неприязнью. Был такой опыт в году в, дай бог памяти, в 12-м или 13-м, когда вот так работали тоже по хотелкам заказчика, и потом оказалось, что какую-то очередную хотелку, чтобы сделать, нужно перелопачивать всю архитектуру, в общем, заказчик хочет хотелку через неделю, а ему говорят, подожди полгода, ибо архитектуру переписать надо. Да, вы можете представить счастье заказчика и счастье нас как исполнителя, да, и выдавить деньги из заказчика в такой ситуации, честно говоря, невозможно. Мария, вот, понимаете, знать, заказчик знает, чего хочет, вот, честно говоря, это очень идеализированная ситуация, причем не потому, что заказчик такой-сякой, нехороший и всякий, заказчик тоже действует в условиях реального какого-то окружения, реальной ситуации, когда есть обратная связь от клиентов, есть какие-то действия конкурентов на рынке, и им нужно сделать. Вот я, кстати, хочу сказать, то, о чем я сейчас говорю, это, конечно, в большей степени касается тех проектов, которые создают продукты, услуги, именно на внешний рынок, то есть, который действительно подвержен максимальным изменениям, и гораздо в меньшей степени, это, в меньшей степени, такой подход относится, ну, к каким-то внутренним проектам, да, вот, и вот опять же о цели, Вадим, я, кстати, с вами совершенно согласен, хоть вы там смайлики поставили, очень важна цель, и то, о чем я говорил, понимание, кто есть реальный заказчик, если реальный заказчик, это ваш внутренний, там, директор по развитию, или финдиректор, и реальная цель, выдавить больше денег заказчику, я сейчас там не обсуждаю корректность постановки, да, вот это реальная внутренняя цель, то заказчик юридический, который есть внешняя компания, он становится потребителем, и вот тогда, возвращаясь к первому вопросу, который в самом начале Олег, по-моему, поставил, как быть, если скоуп, если скоуп радикально меняется, вот, вот, а можно и расторгнуть с таким заказчиком, юридическим заказчиком, вы не будете делать, либо, вот, как раз, как Вадим пишет, изменения в скоупе проекта влекут за собой изменения в контракте, я, естественно, там понятия не имею, там, юридических, каких-то, аспектах вашего контракта, ну, по сути, это один из, да, вот таких, реальных, моментов, вот, ну, давайте попробуем резюмировать, коллеги, спасибо, да, тема действительно, очень актуальная, да, вот даже по количеству комментариев, смотрите, да, нужно максимально планировать работать плотно с заказчиком, нужно делать буфера, я ни в коем случае с этим не спорю, как раз очень хорошо, что мы обсудили разные варианты, и их, соответственно, и выгоды, и минусы, да, и вот я все время поэтому возвращаюсь к тому, кто реальный заказчик, можно идти по пути детальной проработки, ну, как в обычном классическом водопадном подходе, но тогда действительно согласен, что важно, чтобы заказчик знал, что можно идти, вот то, на чем я как раз хотел сосредоточиться, я, в общем-то, показал так немножко наш опыт, который мы тоже нарабатываем, по пути максимальной декомпозиции, да, это управленческие, более затрат, но зато позволяет минимизировать переключения, вот такие людей, и минимизировать, ну, то, что называется работу в стол, ага, вот Олег, да, признание заказчикам понесенных затрат, ну, да, собственно, если юридический контракт такой, то это как раз очень логично, да, но это должна быть хорошая работа юристов, и это, собственно, что, это работа с рисками, это работа с рисками, вот, поэтому, ну, вот так, коллеги, пожалуйста, еще у кого какие комментарии, пожалуйста, вот, и вот, я тут пока жду ваших комментариев, как раз вот обращу ваше внимание, разные же поэтому есть подходы, ведь одна из, на самом деле, очень важных задач, действительно задач, выбрать правильный подход, от заказчика, от своей команды, на чем основываться, какой использовать инструментарий, вот, кстати, ну, тоже так, то, что называется, в тему, в специалисте, вот, буквально сейчас запускаем, такое самое базовое проектное управление, потому что сейчас очень многие компании, вот я, допустим, наблюдаю там, свои там практики консультанта, производственные особенно, они запускают очень много маленьких проектов, которые вот совсем маленькие, которых мы давно отвыкли, да, вот там тот же PMBOK нам говорил, всегда, что проектом может быть что-то, что создает уникальный результат, пусть там даже один исполнитель, работает одну неделю, мы всегда к этому относились, так немножко со скепсисом, ну, типа формально, да, но кто же это будет делать, а вот я в последнее время, причем еще до всяких вот этих катаклизмов, на самом деле, вот, с несколькими клиентами, когда работал, заметил, запускаются очень маленькие проекты, почему им проще управлять, люди, которые, в отличие от многих вот участников, не погружены глубоко в тематику проектного управления, просто им нужно что-то новое сделать на своем обычном рабочем месте, реорганизация какая-то там, новую технологию какую-то, небольшую запускать, не должен же там какой-нибудь цех там, что-то там чуть-чуть там, не знаю, реактив новый на производстве, это тоже проект, почему есть цель, есть конечный результат, но у людей есть задачи, свои текущие, и люди участвуют в нескольких проектах, и вот это нужно выстроить, вот тогда вот такая декомпозиция, она очень хорошо помогает. Еще раз, коллеги, не то, чтобы я прям пропагандировал, уговаривал, что это один из возможных, это один из возможных вариантов, на самом деле. Да, Артем, спасибо, вижу. Да более это запросто. Можно ли использовать, ну, во-первых, PMBOK с версией шестой в себя и гибкие подходы тоже включает замечательно, и на самом деле, да на практике сейчас давно уже, там года с 12-13 в основном гибриды используются, то есть вот один из вариантов гибрида, который, не знаю, я скажу фразу, мне очень нравится, но нравится, наверное, потому что приходилось его использовать, хорошо срабатывало, когда проект начинается больше по водопадному подходу, то есть мы там собираем некий общий вижн, мы понимаем концепт, вот как раз это в тему, которую Вадим поднимал, что все-таки не будет ухода куда-то, да, там, в условную подводную лодку, нет, есть общий скоб, а потом мы натыкаемся на ситуацию, в которой заказчик до конца не знает, чего он хочет, мы, соответственно, не можем до конца определиться с технологическим решением, и мы тогда фиксируем, ну как бы, как это сказать, пунктирно скуп, но он все-таки фиксировал, и при планировании мы говорим, что да, мы оставляем резервы времени внутри каждого этапа на итеративную доработку, это вот, ну, один из таких типовых вариантов гибридной модели, вот, кстати, если интересно, у меня как раз ровно через неделю это же связанные темы, поэтому так вот в связке, следующий как раз семинар ровно через неделю, там, по второго, что ли, июня, там, посмотрите по расписанию, будет как раз именно про вот такие гибридные модели, это же абсолютно тесно связанные темы, просто, ну, семинары-то маленькие, да, там, за час распыляться просто не хочется, поэтому, конечно, там не то, что синергия не получится, она совершенно идеально ложится, и общие границы есть, они, конечно, могут как-то там плавать, но все-таки там в разумных пределах, и остается время на досогласование с заказчиком, на какие-то итеративные доработки, нормально совершенно, вот, коллега, вот, ну, имя кто не написал, Колосков, Колосков, да, если приходите в проект, с уже устоявшейся командой, ну, моя позиция обычно не ломать, понимаете, если вы как PM пришли, тут нет, наверное, универсального решения, но сломать всегда проще, если вы PM, вас там бросили на какой-то проект, лучше потихонечку что-то подстраивать, вот, все, ну, вот прям вот культуру, вот как таковую, да, там, подходы в уже идущем проекте, да, нет, про диаграмму Такмана не забываем вообще никогда, да, то есть как топ начнет, что-то минет, там сразу просадка пойдет производительность, я уж там не говорю про мотивацию и прочее, просто банально люди вообще перестанут понимать, что они делают, вот, процессы отличаться от водопада или инкрементально-интерационного, инкрементально-интерационного не будут, это Артем иллюзия, это знаете, я чуть последнее время там немножко, как-то сказать, увлекся, там это попинываю всяких эджайл евангелистов, виноват не эджайл, виноват и евангелист, знаете, из серии заставь дурака богу молиться, в эджайле точно так же есть процессы, такие же процессы, просто другое дело, что поскольку эджайл это о гибкости, чтобы гибкость действительно можно было обеспечивать, не как слово, но вот именно возможность быстрой подстройки, там по требованию заказчика, процессы должны быть более короткими, то есть если вот традиционно в водопаде процессы строительские длинные, разветвленные, ну понятно их вот как раз, кстати, к предыдущему комментарию их и менять тяжело, но процессы есть, потому что что такое процесс, процесс это повторяемая деятельность, то есть нужно ну вот четко очень, ну как сказать, отстраивать, потому что когда люди повторяют какие-то операции, они к ним просто привыкают, они меньше ошибаются, без процессов невозможно, вот и поэтому то, что там процессы принципиально разные, да нет, абсолютно, если интересно, посмотрите, agile practice guide, PMI, там есть очень хорошая вещь, кстати, спасибо за идею, я вот может как раз на следующем семинаре, вот по гибриду, просто покажу даже, в agile practice guide, есть, так, сейчас, мне еще залогиниться надо, ну, я покажу так, как говорится, ткну пальцем, внутрь не буду заходить, что тут логиниться, скачивать, сейчас, где он тут, или он у них, или он у них в foundation стандарты попал, ну, вот, ладно, сейчас не буду искать по сайту, в общем, вот в шестом PMI, там же приложение неотъемлемое, вот, вот тут, available with new agile practice guide, вот там в этом agile practice guide, там есть прямо таблица прямого, которая устанавливает прямое соответствие между практиками agile и процессами PMI, оно действительно, ну, очень близкое и прямое, не нужно из этого длиться, петишь делать, и такое там холиварное противостояние, нет, абсолютно, так что, вот, коллеги, спасибо, очень, очень бодро, это всегда очень приятно, еще какие соображения, комментарии, пожалуйста, спасибо за участие, коллеги, кто уже, я вижу, понемножечку у нас покидает, обращаю внимание, контакты, всегда на связи, вот, коллеги, запись будет на сайте специалиста, там в разделе видео, ну, обычно где-то в течение недели, да, это, это обязательно, но она не будет рассылаться, естественно, просто как в режиме трансляции, запись будет на сайте, да, спасибо большое, коллеги, спасибо, взаимно.